Прекрасная погода. Пойдем гулять на кладбище. Такое предложение в Нью-Йорке 19 века не показалось бы странным или мрачным. Гринвуд в Бруклине – это не для готов. Кладбище-парк – концепция викторианской эпохи. Церковный погост не имеет ничего общего с этим местом. Здесь красиво. Вы наедине с природой красиво грустите о своих близких. Символика здесь очень важна. Видите, урна под вуалью. Урна – символ конечности. Если вы оскремировали, все – финал. А вуаль – христианский символ воскресения. Он символизирует занавес между этой жизнью и следующей. Неудивительно, что погребенных здесь называют не иначе, как резидентами. Постояльцев в Гринвуде более полумиллиона. Огромный город мертвых с видом на мегаполис живых. Лежать под этими зелеными холмами было невероятно престижно. Нью-Йорк Таймс писала в середине 19 века. Главное устремление наших сограждан – проживать на Пятой авеню, прогуливаться по Центральному парку и покоиться с праотцами в Гринвуде. Это место упокоения Джона Мэттьюса, короля газировки. Он приехал в Америку из Ливерпуля, изобрел портативную газировочную машину для напитков, заработал на этом миллионы и миллионы долларов. После смерти в 1870-м его жена наняла знаменитого скульптора Карла Мюллера построить вот этот экстравагантный монумент для всей семьи. Саркофаг – это орнамент. Миллионер Мэттьюс захоронен в земле. Фигура на саркофаге смотрит на потолок часовни и видит эпизоды жизни короля газировки. Кладбищенский гид со стажем Эл-Джей читает могильную символику, как миллениал и модзи. Горгули, животные, лики и причудливые орнаменты рассказывают свои истории. В 19 веке египетский стиль на кладбище – горячий тренд. Но если вы уж отважились на нечто такое языческое и египетское, вам придется сделать реверансы в сторону религиозных лидеров. Странный набор фигур для отвода глаз. Вот около сфинкса Дева Мария с младенцем Иисусом на руках. Тут же Иосиф с Агнцем, а неподалеку и пророк Моисей. И в 19 веке, и в 21-м посетителей так и тянет к юной француженке. История Шарлотты Канда – готовая поэма Эдгара По. Это пышное безумие, дизайн 16-летней девушки. Там в нише ее статуя. Накануне своего 17-летия Шарлотта возвращалась с Бала в честь дня рождения. Девушка выходила из экипажа, как вдруг лошади понесли. Шарлотту выбросила на мостовую. Она умерла на руках у своего отца. Всего за несколько месяцев до этого умерла ее любимая тетушка. Шарлотта Канда нарисовала экстравагантное надгробие для нее. Что вы думаете, после гибели Шарлотты именно те эскизы использовали родители для монумента дочери? Выходит, что 16-летняя девушка создала собственное надгробие. Но это еще не конец романтической трагедии. Незадолго до смерти Шарлотта была помолвлена с Шарлем, богатым французским красавцем. Два года спустя безутешный Шарль во время визита в дом Канда застрелился прямо в гостиной. Он похоронен вон там. Канда были католиками, священник благословил участок, где похоронена Шарлотта, в освященной земле самоубийц хоронить запрещено. Шарля похоронили сразу за пределом этого освященного участка. Здесь они и лежат рядом навечно. Самых темных персонажей Нью-Йоркской истории 19 века Эл-Джей приберегла к сумеркам. Здесь лежит Билл Мясник, прототип героя Дэниела Дэй-Льюиса из Банг Нью-Йорка, кулачный боец и гангстер. Он был знаменит своей яростью, в прямом смысле слова, выбивал людям мозги, выдавливал глаза, откусывал носы и уши. Бешеный боец. Он был немыслимо популярен среди толпы. Эл-Мясник – главарь банды урожденных американцев Баури Войс. Они были против эмигрантов. Его главные враги – банда ирландцев, мертвые кролики с Джоном Морриси во главе. Между этими двумя была настоящая война. И однажды, в очередной драке в баре, Морриси вынул пистолеты и застрелил Мясника прямо в грудь. Процессия на похоронах Билла Мясника была самой грандиозной в истории Гринвуда. Тысячи людей толпились на улицах, забирались на деревья и крыши, чтобы взглянуть на его гроб. Монумент же здесь установил собственноручно Мартин Скорцезе после премьеры Банг Нью-Йорка. Внизу на памятнике, заоставленной кем-то для Билла пивной бутылкой, высеченной последние слова Мясника. Прощайте, ребята, умираю настоящим американцем. После этой истории очень хочется вернуться в огни большого города. А то на здешних холмах вдруг засияли белым не то ангелы, не то привидения. Продолжение следует...